МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Который в июле 2020 года жестоко изнасиловал и убил молодую женщину, после чего похитил находящиеся при ней ценности. Суд первой инстанции приговорил его к 22-м годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Государственным обвинителем, первым заместителем прокурора Тверской области, на приговор принесено апелляционное представление в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, которое удовлетворено судебной коллегией по уголовным делам 1-го апелляционного суда общей юрисдикции 15 декабря 2021 года приговор Тверского областного суда изменен. Наказание усилено. Приговор апелляционного суда 22 года, 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Как мы сообщали в патрульной службе, государственные обвинения, как и мать убитой Анастасии, в апелляционной жалобе просили суд вышестоящей инстанции назначить чужого пожизненное лишение свободы. 12 декабря на окраину Твери в Заворском районе города выехала следственно-оперативная группа. Поступила информация, что в одной из квартир этой многоэтажной новостройки по улице Новочеркасская обнаружено два бездыханных тела – 19-летней девушки и 25-летнего мужчины. По нашим данным, при жизни погибшие сожительствовали. Квартира, где обнаружили тела, принадлежит молодому человеку. В тот день парочка пришла к нему в гости. Что случилось потом, сейчас выясняет следствие. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета по факту смерти девушки и парня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти двум лицам по неосторожности». Следователями-криминалистами Следственного комитета во взаимодействии с сотрудником полиции детально осмотрели место происшествия, изъяли объекты и предметы, имеющие значение для следствия, были проведены допросы свидетелей. Для установления причины смерти мужчины и девушки были назначены судебно-медицинские экспертизы, а по объектам – химические исследования. Согласно результатам проведенного исследования, в крови погибших обнаружены следы наркотических веществ. Расследование уголовного дела продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова